Рост цен на гречку фиксирует Ростат уже на протяжении долгого времени. Причина, очевидно, говорят специалисты, пандемия. И цена продолжает расти. В сентябре стоимость килограмма гречки составила уже 100 рублей. А вот на другие крупы рост цен особо не зафиксировали. Стоимость риса, например, колеблется от 66 рублей до 88 за кило. А за ароматное пшено придется отдать в среднем 67 рублей. Продавцы нам рассказали, цены на весовую продукцию остались прежние. А вот на пакетированную выросли примерно на 5%. Королева завтрака в овсянке обойдется вам от 48 до 64 рублей за кило. А вот манка в среднем стоит 47 рублей. Продавцы говорят, все зависит от производителя. У некоторых марок цена на 30% выше обычной. Мы спросили иркутян, почувствовали ли они повышение цен. Крупа гречка, по-моему, подросла. Да и все продукты на какой-то процент выросли. Я в таких объемах, видимо, не беру. Поэтому ничего не почувствовала. Почувствовали, что цены на крупы выросли? Все выросло. Сейчас государство пристально следит за ценами и регулирует их. Если 60 дней подряд товар, который входит в перечень социально значимых продуктов, подорожает на 10%, то на него могут установить фиксированную цену, поднимать выше которой стоимость товара продавцам нельзя. Дарья Пастушенко, Артура Щупкин. Новости сейчас.